Новый художественный руководитель и дирижер Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» Андрей Данилов дал первый концерт «Маэстро приглашает». Оркестру солировала японская скрипачка Хирока Нинагава. Накануне нам удалось с ним побеседовать. Оркестр есть с великолепными давними традициями. Мне кажется, что мы сразу нашли общий язык. Появляется так называемая химия между дирижером и оркестром. Я думаю, что предстоящие концерты это все покажут. Но оркестр очень живой, прекрасный сплав опыта и молодости. По словам Андрея Данилова, сезон будет посвящен Сергею Рахманинову в связи с грядущим в следующем году 150-летием великого русского композитора. В течение года будут звучать в исполнении симфонического оркестра многочисленные произведения Рахманинова. Но открывать сезон 16 сентября Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский будет под управлением главного приглашенного дирижера Фабио Монстранжело. Очень приятно представить руководителей симфонического оркестра. Вы знаете, что весь сезон прошлого с нами работал Фабио Монстранжело, он остается в нашей организации как главный приглашенный по истечению контракта. Фабио предложил на должность художественного руководителя с постоянным местом проживания Андрея Ефимовича Данилова. По словам директора Ленинского мемориала, также подписан контракт с Эдуардом Дедюрой, который является главным дирижером оркестра. На встрече с журналистами директор Ленинского мемориала Лидия Ларина поделилась еще одной важной информацией, которая касалась органа. Сегодняшний день уникальные российские мастера Денис Помечев и Сергей Грахалинский, представители Карельской и Уральской филармонии, провели большую работу по не просто сборке его восстановления, но это было восстановление электронной всей системы, полностью его интонировка. Лидия Ларина отметила, что контракт с немецкой компанией, которая смогла аккуратно разобрать и перенести орган из старого здания филармонии в малый зал Ленинского мемориала, не разорван. Когда это будет возможно, специалисты модернизируют ульяновский орган. А уже 30 августа состоится инаугурация органа в закрытом формате с участием приглашенных гостей. Ее трансляции будут вестись в прямом эфире. Проанонсировали и мероприятие, которое касается экспозиции музея «Гараж СССР. Ретро-мототехника». К дню города мы предоставим новый уникальный экспонат. Это автомобиль, самодельный автомобиль «Капли», который принадлежал сначала цирковому оркестру Николаю, артисту Николаю Мундингеру. Позже он принадлежал его сыну, знаменитому фотохудожнику Лазареву Леониду Николаевичу. Он передал нам этот автомобиль в дар. Мы его восстановили. Также на пресс-конференции было сказано, что дом-музей Ленина, где проходила встреча с журналистами, готовится к столетнему юбилею. В октябре 2022 года планируется открытие выставки «Ленинская география». Она и даст старт программе мероприятий, посвященных столетию первого в мире Ленинского музея. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправдетовы. ДТВ.